В Крыму закончилась вода. Что дальше? Да хоть камни с неба. Мы на родине. Пересохшие реки, обмелевшие водохранилища и отсутствие воды в кране. Это и есть те самые камни с неба, о которых говорили сторонники захвата полуострова Российской Федерации. И теперь у крымчан отбирают немногочисленные колодцы, планируют использовать сточные воды и подают жителям ржавую воду по строжайшему графику, а также предлагают стрелять по облакам и обвиняют в водном кризисе, конечно же, ненавистную Украину, перекрывшую водную артерию, Северокрымский канал. Отвлечемся от обычного троллинга, хоть и понятно, что Россия украла чемодан без ручки, а копнем глубже, чтобы разобраться в том главном, что уже произошло с Крымом, но чего пока мало кто видит и понимает. Электричество, газ, продовольствие, транспортное сообщение – все эти проблемы меркнут по сравнению с главной фундаментальной проблемой – водой. Вода – это не только попить, постирать и помыться. Это не только заводы, канализация и сельское хозяйство. После Второй мировой войны население Крыма составляло 379 тысяч человек, правда с учетом того, что до этого было депортировано все крымско-татарское население. И тем не менее, задумайтесь о цифре. 379 тысяч против сегодняшних около 2,5 миллионов. Причина малочисленности послевоенного Крыма до безобразия проста. Была заселена лишь узкая приморская полоса, да еще предгорья крымских гор. Потому что только здесь происходило накопление осадков в горах, которые источниками и реками, стекая к побережью и в долины, давали людям пресную воду. Вся остальная территория представляла собой обширные солончаковые степи, не только непригодные для сельского хозяйства, но и для маломальского существования людей, поскольку пресной воды в степном Крыму не было. Вообще, совсем. В колодцах и скважинах рассолы. Собственно, как и положено быть на засушливом и жарком острове, окруженном со всех сторон морем. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Патреон. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. И вот в Крым пришел Северокрымский канал. Ну, как сказать пришел? Сначала на Днепре построили Каховское водохранилище. Этот проект стал настоящей трагедией для жизни десятков тысяч украинцев, чьи дома оказались на дне Каховского водохранилища. Считается, что Северокрымский канал стал одним из самых логичных поводов передать полуостров Украине. Это устраняло неразбериху в вертикалях руководства проекта и в его финансировании. Так проще говорили в Кремле, отдавая Украине Крым. Хотя ничего простого в этом не было. Ведь кроме канала на полуострове нужно было создавать коммунальную и хозяйственную инфраструктуру почти с нуля. По некоторым данным, на весь Крым тогда работали только 29 продуктовых магазинов. После строительства Каховского водохранилища построили, собственно, канал и каскад насосных станций. Затем оборудовали ирригационную сеть. Почти два десятка лет. Неимоверные затраты. И степной Крым начали промывать. По одному кубическому километру воды в год. Один миллиард тонн. Есть такой термин, называется он «рассоление почв». Если долго-долго лить на солончаки пресную воду, то соли постепенно будут из почвы вымываться, а над подземными рассолами сформируется купол пресной воды, препятствующий обратному капиллярному засолению. Почва станет пригодной для сельскохозяйственного использования, а из пресного купола можно будет отбирать некоторое количество воды для питьевого водоснабжения. Значит, можно возделывать поля, сады и виноградники, строить села, завозить людей. Именно так произошло с Крымом. Со строительством Северокрымского канала началась гигантская программа рассоления почв, преобразования их в пашни и виноградники. Десятками тысяч поехали переселенцы с Украины. В основном хлеборобы и животноводы. Население Крыма начало стремительно увеличиваться. 800 сел и поселков в Степном Крыму получили автономное водоснабжение. 800 сел. И, конечно же, взрывной рост промышленности. Все основные предприятия Крыма обязаны своим ростом или вообще появлением в воде Северокрымского канала. Потому что заводы – это не только производственные мощности, зачастую с большим потреблением технической пресной воды, но и люди. Тысячи, десятки и сотни тысяч людей, которые должны иметь возможность нормально жить, пить, есть, мыться, стирать, извините, ходить в туалет, попросту говоря, постоянно тратить пресную воду. И вот с Украиной Крым стал цветущим оазисом с развитым сельским хозяйством и промышленностью. А потом случился 2014 год. Северокрымский канал закрылся. А население Крыма осталось. И промышленность осталась. И водопотребление осталось почти на уровне 2013 года, за исключением части сельскохозяйственных площадей с искусственным орошением. Крым начал стремительно пропивать свои запасы пресной воды, которые накапливались десятилетиями. Опустошаются водохранилища, варварски разбуриваются и откачиваются остатки пресной воды с участков, где они 50 лет формировались за счет пролива воды из канала и системной ирригации. И, конечно же, тут же зазвенели первые звоночки. То тут, то там из скважин уже пошла засоленная вода. Кое-где появились уже и рассолы. Мало того, водохранилища стали мелеть со стремительной скоростью. Наука гидрогеология говорит, что Крым без массированного пролива пресных вод в любом случае вернется к своему первоначальному солончаковому состоянию, поскольку капиллярное поднятие рассолов постепенно засолит линзы пресных вод, сделав их непригодными к использованию. Но этот процесс длиной лет в 12-15, если его, конечно, не ускорять. Но российская власть ускорила его раза в три. И вот уже сегодня мы имеем в Крыму то, что имеем. А теперь о главном. Чем будут заниматься люди в 800 сельских поселках Крыма, когда вокруг них возродятся солончаки, и не сможет расти не только хлеб и виноград, но и даже кустарниковая акация? Что будут пить эти люди? Что будут пить крымчане в городах, когда водохранилища опустеют окончательно, а в скважины бесповоротно придет рассол? О промышленности говорить не буду, и так все ясно. Крым приговорен к возврату в далекий 1947 год, когда населению в 379 тысяч человек с их тогдашними сверхскромными потребностями вполне хватало воды. Машина времени со скрипом понеслась на 60 лет назад, и крымчане – ее несчастные пассажиры. Надеюсь, мы все понимаем, что никакие водоводы из России, даже если они и будут, не в состоянии сравниться с мощностью переброски воды из Днепра, из которого на нужды Крыма отбиралось около 20% стока этой великой реки. Следовательно, не будет пролива солончаков. Следовательно, слушай выше. Обвинять в сложившейся ситуации Украину глупо. Северокрымский канал наполнится водой только после полной деоккупации полуострова. Согласно Женевской конвенции, за все гуманитарные запросы гражданского населения отвечает страна-оккупант. Россия обязана обеспечивать водоснабжение крымчан всеми возможными способами, и самый простой из них – обратиться к Украине с официальной просьбой, признав себя страной, которая оккупировала территорию независимого государства. Но Россия предпочитает только лишь варварски уничтожать природу Крыма, выкачивая последнюю воду, осушая реки и водохранилища. Цветущий оазис, созданный Украиной за 60 лет, русские уничтожили за 6. Крым неизбежно опустеет. На территории выжженной степи останется лишь военная база с ржавыми ракетами и допотопным флотом. Военным хватит и той воды, которая стекает с гор. А всем остальным Крым-нашим стоит готовиться к тяжелым временам. Выживать в пустыне, становиться экологическими беженцами или бегать с ведром по Крымскому мосту с чувством глубочайшей благодарности Российской Федерации и лично Владимиру Путину. То, что российская верхушка делает с украинским полуостровом – это несомненное преступление. Даже в уголовном праве самой России есть понятие «экоцит» «Преступление против мира и безопасности человечества», предусмотренное статьей 358 Уголовного кодекса РФ. Экоцитом считается массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Так что Путина совсем не обязательно сразу везти в Гаагу, чтобы судить за военные преступления. Двадцатки для отсидки за экоцит ему для начала хватит и в России. Спасибо за внимание. Больше информации смотрите на сайте хрендяблики.ком. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, а также поддерживайте авторов на платформе Патреон, и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья!